как я обещал друзья я повторю трюка пройдусь для вас по этому прекрасному интереснейшему вот смотрите представляете 1 гусеница такая длинная длинная подземная гусеница вот по дороге на мероприятие на которое я еду вот ну что ж пойду пройдусь это станция метро 1905 года осторожно двери закрываются следующая станция представляете весь поиск глазной можно подзарядить свой смартфончик до не знаю есть ли смысл этих поиски целиком пойду сейчас обратного просто к этому чтобы Вы поняли, какие они классные, эти поезда. Вот, сделано в России, вроде бы. Туда-обратно. Вот, а вот он и сгибается. Сейчас он выпрямится. Станция «Беговая». Вот, станция метро «Беговая». Но мы здесь выходить не будем. К слову, замечу, что в этот день национального или народного единства весь центр города перекрыт, барьерами, манежка перекрыта. Стоят эти мальчики из Росгвардии. Все очень мило. Вот, друзья, станция метро «Октябрьское поле» и ваш покорный слуга. Здесь скоро начнется мероприятие «Русский марш». Вот уже стоят некие люди там в этих шапочках, в масочках. Вот там металлодетекторы. И все готовится. Люди есть, люди собираются. Ну и слава богу. Вот, собираются даже перекрыть движение. И вот уже перекрыли движение на нескольких улицах для мероприятия. Там внизу в вестибюле метро тоже собрались люди. Разнообразные, интересные люди. Что ж, друзья, время час дня. И могу сказать, что пока что около 200-250 человек. Всего лишь собралось. Вот, ну, вот, ждем, ждем начала. Вот, и на самом деле, как бы и у правоохранителей, и с виду, по крайней мере, такое относительно расслабленное состояние. Различные плакаты различного содержания. Да, ну, здесь люди явно не навальняты, как бы, собрались. Но, конечно, совсем немного. Пока немного посмотрим. Там, вот, стоят эти милиции и прочее. Вон, люди. Вот, друзья, вход на русский марш. С собакой. Но я явно это не для борьбы с некими условными террористами, а для воздействия психологического на людей. Вот. Вот такая вот загогулина у себя на родине, да? Русские обыскивают русских. И с собаками это... Ну, гнусненько, да? Вот, народу, к сожалению, не очень много, но несколько сотен человек уже есть. Вот здесь, по прямой 60-й зовут. Свобода русской нации. Смотрите, вот, флагер в Великой России. Я один, два, два. Я один, два. Захар. Я один, Алексей. Очень приятно. Вы все-таки присоединились к нам, да? А почему все-таки, конечно? Я как-то видел, вы все-таки сомневались в своих... Нет, я никогда не сомневался. Есть не примеси каких-то? Да им надо объединяться, а не разъединяться. Это что? Я вот это говорил, знаете, не с целью разъединения, а наоборот, чтобы люди перестали маргинализироваться. Понимаете? Это нужно, чтобы вы сами сомневались в этом. Нет, это я психологически воздействую на массы. Вот. Мне не буду обманывать. Вот, друзья. Стараемся организовывать шеренгу по 8, чтобы выглядеть красиво, еще дистанцию между шеренгами, но мы к процессорам беремся. Вот, как видите, русский марш, я вот так вот хожу, снимаю. Вот, рупор Москвы, ребята. Мы мило поздоровались. Ну, а почему бы и нет, господи? И вот несколько сотен человек, но, вы знаете, уже по тысячу человек есть, и слава богу. Люди приличные, все взрослые, мирные. Вот, говорил с одним человеком по поводу 93-го года, чуть не буду назвать его имя, человек заслуживает доверия. И вот этот человек мне сказал, что он верит в присутствие иностранных снайперов в 93-м году. И у него на глазах буквально убили бойца спецподразделения Альфа. Снайперы были, были поганцы. Вот, оно из посольства не стреляли, из американского посольства. Ну, это слова очевидца, я вам их передаю без имени человека, потому что я не спрашивал у него разрешения. Такие вот пироги. Вот. Перекрыта улица, вот маршала Березова перекрыта на всем направлении. Протеиерей Всеволод Чаплина. Протеиерей Всеволод Чаплина. Поговорил я с Еленой Рохлиной. Мы ему очень мило поздоровались. Прекрасная дама. Вот. И договорились, что потом, после мероприятия, когда у нее будет время, она даст мне интервью. Вот. И вашему вниманию будет прекрасная Елена Рохлина. Мы селаим всех тварей не яркие. Русские, мы, русские, мы, русские. Мы, 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 мы. Русские, мы, русские. Мы, 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 мы. Добрый день, отец Всего. Меня зовут Захар Артемьев, я веду свой канал в Ютубе, и мы с вами виделись раньше, я работал в газете «Вечерняя Москва», где вы были гостем неоднократно. Батюшка, а позвольте задать вам один вопрос для своего канала? Как вы относитесь к этому мероприятию сегодняшнему? Потому что некоторые считают его связанным чуть ли не с нацизмом. Я же считаю, что слово «русский» должно быть консолидирующим и объединяющим людей словом. Нам нужно отстаивать право говорить о русском народе как о самостоятельном народе, который имеет свои интересы, свои права. Я считаю, что русский народ должен быть признан государством, образующим Россией. И много раз об этом говорили мы и в рамках всемирного русского народного собора, и в рамках сообщества «Русская эмиссия». Ну и мне кажется, что здесь нет никаких нацистов, фашистов. Есть какие-то еще мероприятия, которые в этот день проходят и собирают людей, скажем, мягко несколько более радикальных, которые даже в процессах, касающихся Украины, вроде бы заняли антироссийскую позицию. Здесь таких, насколько я знаю, нет. Я очень рад, что здесь есть и люди левых убеждений с красными флагами, и люди патриотических убеждений с бело-желто-черными флагами. Но нужно стараться объединяться и уходить от главной проблемы нашего патриотического движения – разобщенности, групповщины, борьбы за то, чтобы стать каким-то единоличным лидером. Я в патриотическом движении участвую с середины 90-х годов, а с кем-то из 10 присутствующих людей общался еще в 80-е годы, в таком полуподполье религиозно-общественном в советское время. Так вот, главной проблемой всегда была разобщенность. Я думаю, что сегодня нужно постараться в очередной раз преодолеть эту разобщенность, не играть в привычную, к сожалению, право-левую вот эту вот грызню, которую нам подсовывают, подбрасывают, я считаю, и стараться озвучив, говорить правду, да? Прошу прощения. Предлагать какие-то пути развития России, которые не находились бы в формате или западу, а были бы самостоятельными. Мы имеем вообще в истории большой опыт создания не альтернативы мировой, а демонстрации нормы ненормального у нынешнего мира. Мы должны снова это сделать. Прошу прощения. Один вопрос. Вот основным мотивом этого мероприятия является создание референдума выражения недоверия Владимиру Путину. Как вы относитесь к этой инициативе? Вы знаете, я лично не поддерживаю это в такой форме. Но я считаю, что нужно провести на самом деле в мирной и законной форме серию референдумов об изменении социально-экономической политики, о подказе, например, от капитализма, о национализации всего того, что было прегматизировано в 90-е годы. Нужно более серьезные вещи обсуждать. Дело не в одной личности. Поставят там вместо Путина какой-то товар, но вы думаете, будет лучше? Нет, конечно. И в конце концов нужно делать то, что мы предлагаем сообщественной русской миссии уже несколько лет, разрабатывать предложения для будущей конституции и выносить разные предложения на общенациональный диалог. Опять же, в мирной и законной форме мы признаем то право, которое у нас есть. Мы подчиняемся ему, но я убежден, что его нужно принципиально менять и нужно предлагать новые варианты развития российского государства и общественного строя и законным и мирным способом обсуждать эти новые варианты с перспективой большого религия референдума или серии референдумов. То, что в 90-е годы было продавлено отчасти силой, отчасти пропагандой и соответствует мироощущению нашего народа. Благодарю вас. Спасибо. Благодарю за ваши ответы. Вы знаете, друзья, на самом деле все это полная правда. Люди атомизированы и разобщены. Это первое, а второе, да, отец Всеволод Чаплин увильнул от прямого ответа за Путина или против Путина. Я не стал докапываться до него. Зачем? Я не провокатор. Тем более, что он ответил все, что он ответил. Вот и полковник Шендакова, друзья, там. Не буду сейчас. Хотя почему не буду? Богу. Похожу. Все тут приличные люди и все тут хорошо. Нет, ну, да, сколько, ну здесь, я полагаю, около тысячи человек. Тысячи нету. Нету даже и тысячи. На самом деле, хочу сказать, что такой режим предельно мягкий. Стороны правоохранительных тоже похожи. Ну, так. Ну, так. Скажите привет зрителям. Добрый день. Место встречи изменить нельзя. Вот, друзья, зашел я вперед Русского марша. Здесь очень, на самом деле, приличные люди собрались. Нет никаких маргиналов. Нет здесь никаких нацистских, фашистских лозунгов, символики. Очень приличные люди, на самом деле, я много здесь встретил своих подписчиков. И мне жаль, что нас мало, нас должно быть в сто, в тысячу раз больше, чем сегодня. Но я верю в то, что будет так. И вы знаете, сейчас вот здесь уже больше тысячи человек. И люди по ходу действия присоединяются к маршу. ...забота с радиоактивными отходами. Буду также страдать, если рядом строится остров Миссии. Вы знаете, это прототип нецелентно. Ну, я не буду никому мешать. Буду себе тихонечко идти вместе со всеми. Такие вот жизнерадостные лозунги. Друзья, со славой и все такое. Оля, нации, национализация! Ну, все-таки немного не до славы, по-моему. Ну, ладно, нравится, пусть ключит. Оля, национализация! Оля, национализация! Станец оккупации, свобода русской нации! Станец оккупации, свобода русской нации! Свободу полиции, включенным! Это говорит Елена Рохлина, и я, безусловно, поддерживаю. Свободу полиции, включенным! Свободу Егишу, свободу Антанову, свободу Педрогину, свободу Ермакову, свободу ребятам, посаженных на московское дело, свободу... Денис! Денис! Да нет, у нас! Вот здесь! Скажи! У меня с собой визитки. Здравствуйте! У нас нет, что ли, кричал? Есть воду! Вот что? А? Меня зовут Захар, я просто хотел вам руку пожать, если можно. Дороги! 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 Владимир Уфилинов, и я доволен собой, потому что он человек достойный. Здравствуйте! Иногда смотрим ваши ролики. Здравствуйте! Вот теперь вы в ролике. Здравствуйте! Как вас зовут? Меня Иван зовут. Иван, очень приятно. Ну, раз так, теперь мы вместе в ролике будем. Да. Расскажем что-нибудь, да? Обязательно. Вот. Как вам события? Отлично. А откуда вы, вы москвич? Ну, вообще гражданин России. Нет, я имею ввиду, вы приехали издалека сюда? Нет, 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 я здесь живу. А? Как вы, доволен событием? Доволен событием. И людей побольше пришло в этом году? Ну, на самом деле, да, я вначале боялся, потому что мало было людей, но все-таки пришло больше, да. И люди адекватные, приличные, взрослые, это очень приятно. Конечно, больше бы людей от 40, было бы там до 45, вот такой вот возраст. Много, много, конечно, пожилых людей, но лучше бы, если было бы больше таких. Ну да. Более активных. Ну да, да. Ну ничего, Бог даст, прорвемся, да. Иван, рад знакомству. Хорошо. Я не могу, почему народ нас оскорбляет. Я вас не оскорбляю, я подошел сказать, что у вас хорошая, красивая. Почему они нас не любят? Я учитель, я работаю, я ничего плохого не делаю. А какой предмет? Физкультура. Физкультура? Работаю на это государство, которое я люблю все свое сердце в России. Почему нас так любят? Почему они тут сейчас? А скажите, а вам деньги какие-то платят? Нет, вообще не платят ничего. Просто мы дружинники. А как вы относитесь к самому этому мероприятию? Ну как я могу относиться? Мне тоже больно за то, что у нас олигархи в стране. Конечно, мне не нравится, потому что коррупция. Мне, конечно, не нравится, что я тоже обманутой дочкой. Три года судилась. Пока не дошла до арбитражного слава. Спасибо, квартиру мне выдали. Так пойдемте с нами. С чем если я здесь на дежурстве? Я вынуждена приходить, чтобы вот смотреть, как здесь, извините, нас оскорбляют. Что нас-то оскорбляют. Вот такие же люди, как и вы. Так вот снимайте повязку и пойдемте с нами. А для того, чтобы сменилась эта власть, изменится. Скажите, мы очень хорошо живем, у нас все строится. Здесь у всех квартиры, машины. Так вы же обманутый дольщик уже живете. Так я уже, у меня спасибо, что досталось. А, вам вернули, да? Ну, слава богу. Я скажу, все прошло. Но видите, недовольных-то людей все-таки очень много. Нет, но мы же ходили, так же и писали, так же ходили, стояли, и в двух ходили. А знаете, сколько им не вернули ничего? Я знаю, я бы даже не знаю, что говорили. И люди имеют право на недовольство? Ну конечно, без хорошей, без бригад бывает, ничего не делать. Вот, это мысли раба. Вот, друзья, русский марш остановился. Ну, я могу сказать, что ну, около трех тысяч человек, на мой взгляд, здесь. Вон, люди стоят на балкончике, смотрите. Попробую увеличить для вас. Ну а что, смешно развлечение у людей, бесплатное. Да, вот говорит оратор о территориях опережающего развития, фактически землях, которые Китаю отдаются. О, а вот, вот барабанщики, и там вот бывший депутат Госдумы Савельев, вот они с гордыми лицами в черных куражках идут. Вот, вот они идут, идут. Малчат. 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 Такие вот дела, дорогие друзья. Люди пытаются объединиться Что тут скажешь Да, хочу сказать, что мы идем мимо научного исследовательского центра Курчатовский институт 11,2 микрорентген в час показывает рентгеновский аппарат И охранник попросил не снимать И вот я не снимаю Я законопослушный человек Друзья, вот это Курчатовский институт Откуда раньше постоянно поступала информация о выбросах и так далее А потом информация перестала поступать Но будем считать, что выбросы прекратились Вот это голова профессора Не скажу кого я пошутил Это Игорь Васильевич Курчатов Дорогие друзья Вот, прошу любить и жаловать Выдающийся ученый и организатор Научный руководитель атомного проекта Советского Союза Трижды герой социалистического труда Лауреат множества премий Вот Курчатов, друзья Вот научно-исследовательский центр Курчатовский институт Ну, голову-то я могу снимать, я полагаю Это же памятник Вот жилые кварталы Это такой неплохой довольно район Вот смотрите на балконах люди, люди снимают На самом деле могу сказать, что людей не так уж и мало Но не так уж и много Порядка трех тысяч человек А еще я и голова профессора Курчатова Давайте я все-таки ее сниму для вас Вы знаете, кстати, хочу сказать Что великий Курчатов А его изображение не вызывает у меня отторжения Красивое Величественное Достойное Он делал на века И весело, и радостно Главное, мне непонятно совершенно А знаете что, друзья? Мне непонятно, зачем они прогоняли людей через металлодетекторы А когда в итоге тут не загончик, как бы А люди идут совершенно свободно И можно обойти А было эти шмон И присоединиться к мероприятию Из другого дворика чуть позже Что ж Посмотрите, пожалуйста Ну что Так колонна растянулась Но могу сказать Ну Около Трех Трех с небольшим тысяч человек есть, да Люди взрослые, активные, приличные Ну Старше среднего возраста в основном преобладают люди Но люди четко и прекрасно понимающие, что происходит Вот К сожалению Мало Мало нас Мало пришло Это связано, да, конечно, с маргинализацией Вот Только что обсуждал с дамой Просто услышал краем уха разговора И вот эта прекрасная женщина говорит, да Что затерли слово русский Это именно так и есть, друзья Вот Продолжаем движение Но с барабанами это, конечно, весьма и весьма Попытаюсь обогнать барабаны Потому что Очень они громкие Эти барабаны Вот, друзья, это парк Собрались журналисты на возвышение Забрались Да, повторюсь Должен отметить Что действительно правоохранительные органы В этот раз ведут себя корректно И миролюбиво Вот И так вот бывает Вот так вот, друзья Маршрут не короткий Маршрут нормальный На самом деле это полезно Чтобы люди, которые живут в этих домах Чтобы они услышали И многие из этих людей, живущих в этих домах Поверьте, тоже хотят перемен Такие вот дела Вот И все весьма колоритно Но Вот такие вот мы разные О, а там в лесочке идут эти Плывочники-росгвардейцы Господи, ну и словечки Не, власть Власть на самом деле боится Боится, друзья Потому что Центр города весь перекрыт Манежечка перекрыта Боятся, боятся они Потому что, да Кажется, что это все Так, несерьезно Однажды возьмет И станет серьезным Посмотрим, что будет Да? Здравствуйте Мы подписчики А я Захар Вот вы теперь тоже друзья в кадре Да, вот свободу человека сидит ни за что Семь детей, многодетный отец Никак не могут найти Нет производства даже А сидит за просто так Отец семерых детей А давно он уже сидит? Семь месяцев вот так Семь месяцев и ни за что Ни за что Ни за что не могут найти, не отпускают То, что два бороза Спасибо, что вы подошли ко мне Спасибо Да, вот так, друзья Никаких шуток нет Потому что на самом деле Очень много политических заключенных Замордованных Откровенных людей А еще в этом шествии Очень много агентов Центра Э Провокаторов конкретных Их прям видно легко по лицу Ну я прям четко вижу Людей с печатью Каи на наличике А некоторые из них одевают капюшончики Они ходят с таким небрежно скучающим видом Снимают Так на телефончике на своих Да снимайте, господи Прятаться не надо люди Потому что нас уже убивают Мором морят Сегодня мы проводим русский марш С 2005 года он проводится Дважды его запрещали И были массовые задержания На русском марше никогда не было красных знамен Никогда не было сатанинской советской символики Никогда мы не приглашались сюда И в этот раз не приглашали Коммунистов, социалистов, леваков Это всегда был русский марш А значит марш русских националистов Нам примкнули социальные движения Отецные движения И мы рады были видеть Потому что они находятся на пути К пониманию Что такое русский Что такое русское государство И почему русский народ надо спасать Но мы не звали сюда сатанистов Со звездами С серпасными Молоткасными красными знаменами Мы не звали сюда И многократно говорили Что здесь не должно быть Живодера Сталина Живодера Ленина И всей колонистической символики Символики партии Которая десятилетиями Бучила наш народ Потом разрушила нашу страну Ребята, я в Ахтунге Это Ахтунг Гельцин, Путин Это Ахтунг Продолжают грабить нашу страну Коммунистическая номенклатура Переоделась Кстати, с этим я соглашусь Это правда Это тоже правда Но это крыса без идеи и идеологии Да, мы перехватили власть Русское спасение Путин и Сталин Это братья В русском национальном политическом Путин и Сталин Это одного поля яхта Это главный лозунг Ну, один он следовал то, что сделал второй В России русскую власть И с этим лозунгом Мы постоянно ходили На наши мероприятия И увлекали с собой тех Кто уже понял В чем главное Различие национализма От всех левых Идеологий И левых движений Мы отличаемся принципиально Как от либерастов Так и от коммунистов Мы не имеем с ними ничего общего И никаких союзов Никогда не заключали И заключать не намерены По этой причине Мы считаем вот ту красную массовку Которую нам подсунули В хвост колонны Осквернителями русского марша Врагами русского народа Которые пришли сюда Специально, чтобы Изгадить русский марш Мы говорим им Убирайтесь Мы с вами не имеем Ничего общего Ваша история Это история Погибели русского народа Ваши лозунги Ваша идеология Враждебная русского народа Я конечно все понимаю Мы русские националисты Но господин Савельев Верный Путинец Русские монархисты Тоже может Он иногда очень верный Мы должны быть едины С коммунистами Никакого единства быть не может Мы за единство Русского народа И других Да, вот на самом деле Друзья Вот только что мы услышали Услышали Как Гена Савельев Бывший депутат Госдумы Говорит, что нам не по пути С красными флагами Нам навязали Тех, кто идет в хвосте колонны Убирайтесь Но фактически Господин Савельев Ведет себя как провокатора Верный Путинец Потому что сейчас Когда объединиться Должны все силы Он берет и отделяет Типа зерна от плевел А кто он, блин, такой И чем запомнился Господин Савельев В своей карьере Дракой с господином Жириновским И все Я ему сейчас хочу подойти В лицо там Задать пару вопросов Но не буду Потому что не хочу выстраивать Мы люди приличные Законопослушные И вот все-все вот берут Русские, русские Словом русский Вот, ну, блин Ответственность должна Какая-то быть, люди Когда вы Говорите за всех русских Говорите за себя Господин Савельев Блин Что-то была нищета Повальная и везде А лучше как раз отсюда И тут у меня зумчик есть Можно смотреть Экран А там какая-то Система скопилизации Непонятно О! Целиться я умею Я бы хотел Начать свое выступление И сказать Небольшое Непонятно Всем Многие Кто слушает Четвертые И Проводики Знают Я обычно Говорю Я бы хотел Я бы хотел Я бы хотел Появился От души От сердца Сейчас 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 я буду Прочитать Своё выступление Потому что тема Очень важная Тема Очень напряженная Я сейчас Вам Зачитаю Своё выступление Слово в слов Потому что В ходе Говорить Живой Веси Могут Возникнуть Эмоции Могут Занести Куда-нибудь А за это Могут Последний Вот этот Текст Проверен Нашими юристами Здесь нет Никакого Сустава Экстремизма Именно поэтому Я сейчас Его и читаю Только в ответ Итак Судари и судары Братья и сёстры Товарищи Москвичи И граждане России Сегодня Мы здесь Празднуем День русской победы 1612 года Тогда Для русского народа И всех православных людей России Тревожным набатом Прозвучали слова Патриарха Московского Иссея России Священно-мученька История Гермогена Да будут Благословенные Которые идут На очищение Московского государства А вы Окаянные Московские изменники Будьте против В этот день 4 ноября В день празднования Казанской иконе Божией Матери Народное ополчение Возглавляемое Гражданином По своей ступе Является Оккупационной Антирубкой И в целом Антинародной Современная Окупация Не обязательно Связана С военными Патрулями Заквачьих на улицах Столицы Побежденной страны Советский Или на рынок Или в магазин Или просто Сесть в такси Никакой Окупации Войсками НАТО Не надо Друзья Я заканчиваю Сегодняшний Репортаж С русского Марша Под аккомпанемент Речей Протеереев Всеволода Чаплина У него Такой сочный Звучный Мужской Голос Как это Баритон По моему Баритон Или даже Бас Вот Ну Он такой Умиротворяющий Спокойный Приятный Человек И все тут Так умиротворяюще В итоге На самом митинге Осталось Человек 500-600 Было Около Трех тысяч Человек Реально Полиция Вела себя Действительно Корректно И мирно Ничего не скажу Действительно Я объективен Вот И люди Которые Пришли Эти все Люди Здесь Непростые Это люди С багажом Большим Жизненным Багажом Понимаете И то Что было Здесь Сегодня Сейчас И еще Происходит Это и есть Тот самый Торфяной Пожар Власть Тебе кажется Что все Тихо Но пламя Под тобой Бушует 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 И кажется Что это все Беспомощные Вскрики Умирающих Русских Но подожди Власть 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 Власть